Этот яркий, колоритный и веселый праздник объединил русских, белорусов, украинцев, татар, башкир, корейцев, азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в Приморской столице. Каждый, кто оказался в гуще событий фестиваля «Меридиан Дружбы», смог вновь окунуться в культуру и традиции различных народов. А еще пирожки, блины, сало. В общем, украинский стол ломился от язв. Представители украинцев хор Горлица к празднику подготовились основательно. Кроме кухни, радовали народными песнями, исполняя их в национальных костюмах. А вот члены немецкой общины удивляли антиквариатам. Лично сохранились предметы домашней утвари. Конкретно вот эта вот маслобойка из семьи Унгер, которая была депортирована в Казахстан. Во многих семьях были такие предметы домашней утвари, которые сделаны были своими руками. Гости фестиваля ознакомились с культурами, нарядами, фотографировались с эффектными представителями горцев или узбеков. Или же, что называется, за обе щеки дегустировали кухню. А в это время в амфитеатре развернулась праздничная концертная программа. Диаспоры представляли свой фольклор. Любимые и малознакомые песни, танцы, от которых ноги сами в пляс идут. Каждый смог насладиться красочными номерами. Развлечений на фестивале хватало. Самые маленькие играли в дартс, а поколение постарше устраивало шахматные баталии. Тут и кузнец, который прямо на глазах ковал тебе памятный сувенир в виде монетки. На фестивале каждый старался рассказать что-то новое о своей национальности. Азербайджанцы угощали чаем и сладостями и удивляли необычной посудой, которая называется армут. Когда мы наливаем чай, верхняя часть чая, она остывает. Нижняя часть чая остается горячей. И поэтому наши чаепития длятся очень долго. Башкиры и татары развернули юрту, а в ней и предметы одежды, быта и угощения, а также музыкальные инструменты. Стиль с праздника, она так она есть, укрепляет, ближает, дружит все национальцы, которые проживают не только в Примасском крае и в России, даже в России и всего мира. Во всем этом круговороте языков, костюмов и блюд, конечно же, не затерялись и наши близкие друзья, братья-белорусы. Рушники, обереги и куклы. И все это сделано своими руками. Здесь представлена дружба. Вот в полном ее объеме. Здесь Белоруссия, а здесь Россия. Вот так мы работаем, вот так мы живем, вот так мы дружим. В Приморской столице праздник проходит третий год подряд на самом побережье Японского моря. Меридиан дружбы как символ. Каждый из нас может считать себя гражданином не просто одной страны, а целого мира. Ведь только в Приморье проживает 158 различных народностей. И если есть возможность узнать особенности другой культуры, надо непременно ее использовать. Дмитрий Беломестнов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.